This conference will now be recorded. Excel, по сути дела, это основа, первый, второй, третий Excel, после которого вы действительно можете себя считать реально профессионалом, когда эти знания, которые вы у нас на курсе получаете, перерастают в навыки. Еще веду также пару продвинутых курсов. Это линейка по изучению настройки Power Query. Это как обычный Excel, как бы начальный стартовый уровень по Power Query и более продвинутый практик, где мы уже решаем более интересные задачи. Данный мастер-класс проводится в результате, скажем так, по темам курса Excel 3 анализ и визуализация данных, ближайшие группы по которым представлены, соответственно, в конце слайда. Ближайшие это и будний вечер на занятии, бывает и будний день, есть группа и выходного дня. Приходите, если данные темы будут вам интересны. Учебный центр «Специалист» в ноябре отвечает 30 лет, пока 29. Славится большим количеством выпускников. Мы действительно популярный учебный центр. У нас специализированные, оборудованные, новейшим оборудованием учебные классы. Высококлассные преподаватели-эксперты. Мы разработали более тысячи курсов. И очень здорово быть членом этой команды. Учебный центр «Специалист» гарантирует достаточно много историй про то, что может получить слушатель в нашем учебном центре. Это прежде всего гарантия качества, безопасности, гарантия результата, гарантия расписания и сохранения средств организации. Будем рады вам, буду рады сотрудничеству с вами. Приходите в наши учебные центры. В рамках сегодняшнего мастер-класса мы поговорим про денормализацию таблиц. Однако на курсе Excel 2, если вы у нас уже были, наверняка вы слышали о том, что для обработки таблиц очень важно использовать именно нормализованные таблицы. Те таблицы, которые позволяют проводить агрегацию столбцов, сведение полей, сводную таблицу, увеличение быстродействия файла, помогают увеличение быстродействия файла, помогают унификацию, унифицировать чтение и добавление данных. Для чего же нужна денормализация? То есть то самое, для чего мы сегодня с вами собрались. Денормализация помогает нам представлять данные понятным способом, способом, понятным даже тем, кто не знает, что такое Excel. Что это могут быть? Это могут быть либо наоборот наши начальники, либо могут быть наши начальники и воспоставленные люди, либо наоборот линейный персонал, который умеет отлично продавать, но не знает, что такое Excel и как к нему поступиться. Денормализация иногда помогает печатать документы в удобном для понимания виде, контролировать промежуточные точки. Именно для таких тем, для таких специфических тем может быть использована денормализация в Excel. Давайте посмотрим нашу задачу, что мы будем сегодня делать и для чего будем делать эту денормализацию. Допустим, у нас есть исходные данные, и это вот такая табличка плана, где у нас есть множество точек продаж, которые имеют плановые показатели продаж на весь год до конца, соответственно, 2021 года. И вот, например, из этих множества цифр мы вычлели одну, и именно эту цифру 3151,000,000,000 для компании, для точки продаж Азимут в августе мы должны разложить на дни. То есть нам сейчас с вами необходимо представить, что мы находимся где-то в периоде 28 июля и планируем детализированный план по дням. Распределив план по дням, конечно же, хорошо бы это дело визуализировать, понять на самом деле в какой точке где мы находимся и особым образом настроить данный отчет, чтобы при выборе удобным образом той или иной точки продаж мы могли разложить не только 3,151,000,000,000, но и все вот это многообразие цифр, которые мы видели в первоначальном отчете. Вот такое действие, когда из одной маленькой цифры мы получаем большой неудобный, ну скажем так, неудобный для анализа график, но удобный для исполнения и будет называться денормализацией. Каким образом мы будем решать эту задачу? Разобьем эту задачу на три этапа. В первом этапе это мы составим непосредственно календарь по дням необходимого месяца, пока пусть это будет август и пока это будет точка продаж Азимут. Настроим данный план календаря, найдем отклонение факта от плана и затем на втором этапе визуализируем данный отчет. Представим разрез отклонения нашего плана по каждой точке день ко дню, а также исходя из нарастающего итога. Собственно говоря, выходим мы на план к концу месяца, либо нет. Ну и последний наш этап это настройка выбора пользователя визуальными срезами. То есть мы сможем, скажем так, автоматизировать выбор пользователя. Первый этап по составлению календаря план факта состоит, соответственно, из следующих этапов. Мы получим календарь, разобьем его на семидневке для проведения итога за каждую неделю и обогатим данные плана обновляемыми данными о факте. Ну и давайте уже перейдем непосредственно к файлу Excel. Напомню, что этот файл каждый из вас сможет скачать в своем личном кабинете и потом по завершению данного занятия сможете по видеозаписи повторить то, что, собственно говоря, буду делать сегодня я. Детализацию мы начнем прежде всего с исходных данных. То есть мы возьмем нашу точку продаж, скопируем ее сюда, для которой мы будем составлять наш план. Мы скопируем, соответственно, период, для которого эта детализация будет осуществляться и непосредственно получим ту цифру, которую мы будем разбивать на части. Данные значения, я сейчас их сделала формулами, но, в принципе, они нам нужны здесь как значения. Затем, чуть позже, мы попробуем эти цифры поменять на измененную форму. Первым столбцом мы будем, соответственно, определять те даты, которые входят в период августа 2021 года. Чтобы привязаться к этой дате, мы воспользуемся текстовыми формулами, ну, например, ЛевСим. Формула ЛевСим позволит нам из нашего периода взять 4 знака и тем самым мы определим год. Как же из года можно определить конкретную дату? 1 августа 2021 год. Можно воспользоваться формулой из раздела «Дата-время». Большинство формул, которые я сейчас буду использовать, проходятся именно на втором курсе Excel. Но на третьем курсе мы учимся, скажем так, использовать множество формул, оборачивая одной формулой другую и усложнять формулы, делать их, скажем так, обогащать их данными. Так вот, формула «Дата» требует от нас прежде всего год, потом требует месяц. Месяц 0,8 мы можем определить также текстовые формулы «Прав Симф», первым аргументом у которой мы возьмем ту же самую ячейку, точка с запятой, но уже два символа. А вот третьим аргументом формулы «Дата» является день, то бишь первое число августа 2021 года. И вот 1 августа 2021 года мы с вами получили. Теперь необходимо составить список до 31 числа. Как мы это будем делать? Опять-таки, воспользуемся простейшей формулой «Конец месяца», которая позволит при обращении к дате, я ее закреплю, потому что мы будем эту формулу протягивать вниз на 31 день, отстоящую на 0 месяц. В итоге, да, мы действительно получаем 31 число 2021 года. Теперь нам необходимо проверить, является ли предыдущая ячейка концом месяца. И если да, то закончить продолжение этой формулы, если нет, то продолжать. В принципе, если у нас есть выбор из двух вариантов, то формула «Если» отлично подходит. Если предыдущая ячейка равна концу месяца, то мы возьмем пустоту, то бишь две кавычки. А в противном случае мы к той самой предыдущей ячейке добавим один день. Добавлять числовые значения к датам мы можем за счет того, что дата в Excel – это прежде всего число, количество дней от 1 января 1900 года. В итоге, доведя данные значения до 31 числа, давайте проэкспериментируем с данной историей, а что будет, если наш период будет уже не августовский, а, например, февральский. В этом случае возможно выпадение ошибок за счет того, что в феврале 2021 года всего 28 дней. Но, очевидно, в этом случае формулу «Дату» необходимо обернуть во внешнюю функцию «Если ошибка». Формула «Если ошибка» появилась в Excel, начиная с 2010 года, и, собственно говоря, правят все ошибки, которые возникают в результате того или иного действия. В качестве первого аргумента я оставила все то, что было в этой ячейке, а в качестве второго аргумента формулы «Если ошибки» мы записали открытые и закрытые кавычки, которые говорят о том, что если в результате этого исчисления получается ошибка, то надо писать «Ничего». Моя ошибка сейчас заключалась в том, что я исправила первую формулу, которую, наверное, стоит иметь другим цветом, а надо было менять остальные, которые у нас ниже. Давайте пропишем эту формулу, соответственно, уже для второй ячейки. Например, точка с запятой и двойные кавычки. Двойные кавычки – это своего рода текст, который говорит «Ничего». «Пиши – ничего». Вот это «Ничего» мы и видим. Возвратим обратно восьмой месяц, говоря о том, что больше, чем 31 день в нашей табличке быть не может. Вероятно, будет проще писать эти формулы, если нашу таблицу, в которой мы будем работать, мы превратим в динамическую таблицу. Делается это, опять-таки, достаточно просто в меню «Вставка» на кнопку «Таблица». Конечно, профессионалы пользуются тем, той самой быстрой клавишей, которая у нас обозначена всегда в подсказках, выплывающих в Excel. «Контрл-Т» и наша таблица, которая имеет заголовки, превращается в динамическую. Чтобы не отвлекала нас лишнее внимание, скажем так, история про чередующиеся строки, я немножечко упрощу макет, например, чтобы в нем даже не было бы, соответственно, границ между. Вторым столбцом, к которому мы будем обращаться, это, например, неделя. Неделя, на которую мы будем разделять наши периоды. Обратите внимание, что так как мы работаем в динамической таблице, то то форматирование, которое применялось, соответственно, вот, например, цвет столбца у нас распространилось вправо. За неделю можно было бы взять формулу, которая называется «Ном недели», но у нее какой недостаток? Что эта формула, она будет каждый раз, эта формула будет каждый раз, видите, пересчитывать, ну, скажем так, недели. То есть в августе 31 неделя один день, в феврале, там, пятая неделя, может быть, шесть дней. Я бы хотела получить какие-то равнозначные номера недели, поэтому немножечко формулу изменим. Именно определим сначала формулу «день», день от нашей даты, и это будет 1, 2, 3 и так далее. А дальше этот день мы округлим к верхней границе по формуле «окрверх». «Окрверх» – это формула округления, мы также ее изучаем на курсе XL2, если вам интересно, более подробно с ней познакомиться, приходите к нам на курс XL2. Формула «окрверх» позволяет округлить до определенной точности к верхней границе. В данном случае я округлю до семерки. Благодаря тому, что у нас динамическая таблица, вы видите, как здорово идет, соответственно, представление этой информации до конца диапазона, без всякого ручного копирования. Ну и помним, так как нам неделя все-таки 7-14 не очень интересна, можно разделить эти недели на 7. Давайте попробуем поменять на второй месяц и увидим, что во втором месяце ошибка значит. То есть помимо того, что мы будем это дело делить на 7, чтобы седьмой недели первую получить, мы еще опять-таки обернем данную композицию во внешнюю функцию, если ошибка. Уважаемые вебинаристы, огромная просьба помочь мне обратной связью, слышно ли меня. Достаточно плюсика. Если все хорошо, то значит запись идет, и я продолжу. Расскажите, пожалуйста, слышно ли меня, видно ли экран. Большое спасибо. И тогда продолжаем. В итоге мы получили номера недели и обернули это ошибкой. Соответственно, сообщение об ошибке в феврале у нас не выходит, что очень хорошо. Следующим столбцом мы будем обращаться к коэффициенту. А если бы каждый день у нас был похож друг на друга, то было бы просто разделить какой-то плановый показатель 3 миллиона 151 тысячи на количество дней. Но у нас история такая, что есть дни разные. Ну, например, в августе месяце бизнес-процесс диктует нам то, что выручка буднего дня, например, там в 2,5 раза меньше, чем выручка выходного дня. Бывают истории, когда, например, у нас есть понедельник, соответственно, понедельник, вторник, да, какие-то дни недели. И в зависимости от того, что это за день недели, мы будем, соответственно, видеть разные коэффициенты. Разные коэффициенты. В понедельник там 1, во вторник 1, 2. То есть истории о том, как у вас дни зависят друг от друга, они на самом деле различны. Давайте попроще пример возьмем. И в августе мы видим, что будний день относится к выходному вот как 1 к 2,5. Помимо этого, у нас есть особые дни. Ну, так как в августе красных дней календаря нет, то мне пришлось немножечко придумать. Представим, что день кампании у нас 25 августа, и мы устраиваем супер мероприятие. Шоу, когда ожидаем выручки, как выходной день, несмотря на то, что это среда. И наоборот, в воскресенье наш торговый центр будет работать до обеда, поэтому выручка у нас будет планироваться по буднему дню. Как учесть вот эти нюансы при планировании? Посмотрим, соответственно, на нашу детализацию. И в столбце коэффициент воспользуемся обычной формулой ВПР, которая ищет указанную дату в определенной справочной таблице. Допустим, вот здесь эта таблица имеет имя особое, поэтому автоматом Excel увидел, соответственно, ее название. Точка, запятой, двойка, второй столбец нам нужен, ноль при точном поиске. Еще раз повторюсь, как писать формулу ВПР я не останавливаюсь. Все это подробно у нас изучается на курсе Excel 2. Если вам интересно, вы можете, соответственно, прийти. А здесь мы учимся использовать формулы в связке друг с другом. Сейчас же у меня везде получились НДшки. Помните, у нас февраль, мы меняем его на август. И вот эти августовские выходной и будний день у нас получились. Остальных дней в списке особых дней мы не находили. Давайте попробуем придумать формулу, которая смогла бы заполнить нам вот этот коэффициент НД через какой-то, собственно, день, выходной или будний. Мы воспользуемся, например, формулой день недели. Тоже формула из раздела дата-время. День недели, которую мы укажем, собственно говоря, из нашей таблицы. Давайте я тут рядышком напишу. Равно день недели. И укажем наше значение. Чтобы она считала по правилам Российской Федерации, то коэффициент 2. То бишь мы получим в воскресенье это 7, понедельник это 1 и так далее. Если, чуть раньше мы обозначим, соответственно, формулу если, а если этот день получается больше 5, то мы должны рассказать, что это не что иное, как выходной день, точка запятой. А иначе в кавычках напишем, что это день будний. По сути, это и будет то, чем мы будем заменять вот эти НДшки в столбце коэффициент. То есть, если я скопирую уже непростую формулу отсюда, Ctrl-C, и оберну формулу ВПР, если ошибкой, то как вы думаете, что будет в результате, если ВПР в предыдущем столбце показывает ошибку, то будет то самое если, которое мы, скажем так, поэтапно прописали в столбце номер 4. Сам столбец как таковой нам сейчас уже, наверное, будет не нужен. Я его, например, могу полностью удалить из этой таблицы. Повлияв, например, на ее размер. Мы получили коэффициент. А пока выходной это или будний день. Но в справочнике мы видим, что для будня нам нужно взять значение из этой таблицы из 9 строки, если мы считаем август. Соответственно, выходной тоже из 9 строки, если мы считаем август. Так как мы искали будний, выходной день, просматривая данный диапазон по горизонтали, то формулу, которую мы будем сейчас использовать для определения того или иного значения, она уже будет называться горизонтальный просмотр. Поэтому все, что мы здесь получили в результате использования формулы «Если ошибки», мы сделаем первым аргументом формулы ГПР. Простейшее применение формулы ГПР рассматривается на втором курсе Excel. Сейчас мы усложняемся. Что мы будем искать? Будний или выходной день? Точка запятой. Где мы будем искать? Мы будем искать в некой справочной таблице с заголовка «начиная». Эта таблица называется коэффициент, но так как мы взяли ее с заголовками, то автоматом Excel прописал, что это абсолютно все, включая заголовки. И вручную напишем, что нам нужна девятая строка, точка запятой, ноль при точном поиске. Попробуем скопировать эту формулу вниз и увидим, что те самые две с половиной единички мы как раз получили. То есть это те коэффициенты, повышающие, когда наш план должен быть несколько больше. Что будет, если мы обратимся к августу, от августа к февралю, не забываем, что у нас такая динамическая история, то здесь у нас, неужели в августе тоже, а, девятая строка, вот что меня избивает. То есть, ну, во-первых, ошибка, нам от нее надо избавиться, но помимо восьмого месяца, мы же должны это каким-то образом вычислить. Сейчас мы взяли просто девятую строку, а нам надо, по сути, вычислить значение месяца от той ячейки, для которой мы считаем это значение, и прибавить один, так как у нас август находится на девятой позиции, март находится на четвертой позиции, поэтому мы прибавим поправочный коэффициент. В итоге для августа у нас получается два с половиной месяца. А вот для февраля, если я вернусь на двоечку, это уже будет отношение к 1,9, потому что вот здесь в феврале выходной 1,9. Причем, если справочная информация эти коэффициенты поменять, то и на листе детализации тоже произойдет автоматическое обновление. Хотелось бы от ошибок, опять-таки, избавиться, и посмотрите, насколько интересная наша формула в итоге получилась. Вроде бы мы ее начинали совсем с простого, но теперь она уже не просто двухэтажная. Двухэтажная у меня просто небольшой формат, достаточно широкий экран. Но история про эту формулу, она уже, ну, чтобы в ней разобраться, надо посидеть, порисовать вот эти если, если ошибки, рассчитать, что откуда идет. То есть эта история такая непростая. Поэтому учимся сначала писать простые формулы, а затем приходим на курс Excel 3 и пытаемся их обогащать. Следующий столбец мы назовем столбец доля. В этом столбце мы высчитаем как раз долю одного дня. То есть мы разделим единичку на, мы разделим, соответственно, единичку на количество, то бишь формула счет, ну, рабочих дней, тех дней, которые есть в нашем календаре, по этому, соответственно, диапазону. Я выбрала весь столбец. Конечно, можно выбрать его конкретно, но так попроще, потому что даты, это числовая информация, только их формула счет нам и посчитаем. В итоге очевидно, что в этом столбце мы получили один и тот же коэффициент. Но, так как наша доля должна быть увеличена на какой-то коэффициент, то мы, соответственно, должны умножить ее, долю на тот коэффициент, который идет в выходные дни. То есть, если это выходной, то умножить на 1,9, если это будни, то умножить на 1. Опять ошибка знач. Давайте от нее избавимся. Формула «если ошибка» и точка запятой 0,0. Эта ошибка возникает за счет того, что мы имеем количество переменных дней в разных месяцах в течение года. Поэтому нам придется это делать. Дальше мы получили некий столбец. Если мы посмотрим, то сумма по нему, по этому столбцу, равна 1,26. То есть, умножить эти коэффициенты на 3 миллиона с копейками, мы получим чуть большее значение. Поэтому в следующем столбце мы каждое значение разделим на 1,26. То бишь, равно данную долю мы должны разделить, но не просто на 1,26, а на суммарное значение, что называется, всего столбца доли. В итоге мы должны получить величину, которая в сумме должна нам дать единицу. Давайте избавимся от ошибок. Формула «если ошибка» и, соответственно, заменим ошибки на пустоту. В итоге мы получили значение, которое в сумме дает единицу. Значит, теперь мы вполне можем данную единицу умножать на наш план. Единственное, что, наверное, лучше это делать не «если ошибку», а вот в этой формуле, которая у нас была как первый аргумент формулы «если ошибка», мы умножим на, соответственно, наш план абсолютно закрепленный. В итоге, если мы все сделали корректно, мы должны получить суммарное значение по нашему плану 3,151, то есть, собственно говоря, к чему мы и стремились. Следующее, давайте назовем этот столбец «план». Нам хорошо бы соотнести тот план, с которыми мы работали, к факту. То есть мы добавим столбец «факт». Вопрос о том, как добавлять «факт». «Факт» у меня размещен на отдельном листе. Это некая сводная таблица на исходных данных. Получить такую таблицу вы можете выгрузкой из любой базы данных любыми доступными вам способами. Чтобы получить нужную нам цифру, мы могли бы, на слайде я здесь эти условия, соответственно, прописала, мы могли бы воспользоваться те же самые значения факта, получить, используя функции индекс, поиск, поиск, смещ, формулы массивов. Но напомню, что для изучения этого у нас целых 4 академических часа. Сейчас мы воспользуемся, скажем так, более интересным, еще одним альтернативным способом, который мы на курсе Excel 3 не захватываем, на втором изучаем. Это формула «сводная таблица», получить данные сводной таблицы. То есть в ячейке факта я просто сошлюсь на любое значение, которое у меня, соответственно, есть в сводной таблице. Но, чтобы не получать факт одинаковый, посмотрим на состав данной формулы. Формула «получить данные сводной таблицы» она имеет в аргументах конкретно слово «азимут» в кавычках. А я хочу выбрать в качестве аргумента то значение, которое будет находиться в ячейке А1. А вот в качестве даты выбрать то значение, которое будет находиться в ячейке дата. И, соответственно, после этого мы получим уже фактические значения. Ну, давайте февраль мы вернем на август. И проверим, что в августе 1 августа, или давайте последнее значение возьмем, доступное. 25 августа у нас было около 60 тысяч. 25 августа около 60 тысяч. То есть данные значения у нас, в принципе, в нашу табличку подтянулись. Единственное, что так как мы сейчас поставили факт, а факт в нашей таблице последний за 25 число, то мы получили ошибку ссылка чуть позже. Ну, давайте даже сейчас мы ее можем также заменить уже, наверное, запомнившейся вам формулой «если ошибка». Первый аргумент у формулы «если ошибка» – это все то, что мы написали, точка запятой. А второй аргумент, на что нам надо заменить любое значение, которое в этой табличке может быть ошибочно. То есть вот такая история позволила нам построить соотношение плана-факта. Теперь давайте разделим наше значение, соответственно, вот этими данными о распределении строк. В этом случае нам может помочь инструмент, который есть в Excel, есть во всех версиях Excel, и он называется «Промежуточные итоги». Находится он на вкладке «Данные» в группе «Команд структура», «Промежуточный итог». Но обратите внимание, что сейчас промежуточный итог у нас недоступен только из-за того, что формулу «Инструмент промежуточного итога» мы не можем использовать в динамических таблицах. Поэтому прежде чем перейти к промежуточным итогам, мы превратим нашу динамическую таблицу в обычный диапазон. Делать это можно на полной на вкладке «Конструктор», выбирая кнопку «Преобразовать в диапазон». Теперь наша динамическая таблица стала обычной, но она сохранила все формулы, которые мы посчитали, все ссылки, на которые мы ссылались. То есть оставился тут красивый интерфейс у нашей таблички, но теперь она уже не будет саморасширяться, не будут автокопироваться формулы. На вкладке «Данные» выберем кнопку «Структура», «Промежуточный итог» и расскажем, что при каждом изменении в неделе, то есть наша задача, чтобы каждый раз, когда номер недели с одного менялся на два, с двух менялся на три и так далее, у нас были, ну, подводились те самые промежуточные итоги. Если вы будете делать промежуточные итоги в своей рабочей практике, обязательно отслеживайте, чтобы то поле, по которому вы подводите промежуточный итог, имело сортировку. Неважно, в каком это будет направлении, сверху вниз, либо снизу вверх. Главное, чтобы не было так, что первая неделя находится и в верхнем, и в нижней части списка. При каждом изменении в неделе посчитать план и факт. Ну, текущих итогов у нас нету. Итоги мы хотим расположить под данными. Если вы что-то сделаете не так, то в этом же инструменте есть кнопка «Убрать все», которая сможет легко исправить возникшее недоразумение. Нажимаем «Ок» и получаем промежуточные итоги, которыми уже легко сможем управлять. А у нас появились символы структуры. Нажав на 2, мы получим итоги второго уровня. Нажав на 3, итоги третьего уровня. Теперь мы, по сути дела, понимаем, где мы находимся. Но для оцифровки этого понимания надо вычислить дельту. Дельта как отношение факта к плану. Ну, и для того, чтобы получить значение в виде процентов, отнимем еще единичку. Данное выражение я представлю в процентах, чтобы это было быстро. Ctrl-Shift 5 и быстрое преобразование вашего числового значения в проценты легко здесь образуется. Конечно же, правильнее было бы избавиться от ошибок. Чтобы избавиться от ошибок, мы обернем нашу формулу, если ошибкой. И, соответственно, пропишем уже знакомую нам конструкцию пустых кавычек. Сейчас уже формулу придется копировать вниз, потому что, напомню, мы не работаем, получается, в динамической таблице. Чтобы была данная информация более наглядно представлена, давайте к этому диапазону мы применим условное форматирование, обозначив их стрелками, такими стрелками, которые вот тут на презентации обозначены. Чтобы такие стрелки прописать, мы сделаем следующее. На вкладке «Главное» кнопка «Условное форматирование» мы создадим правило. Создадим правило не двухцветной шкалы, вот в первой строке форматировать ячейки на основании их значений, а на основании набора значков. Набор значков светофора, наверное, сложновато для нас, а вот простые стрелки, красное, желтое, зеленое, нам подойдут. Если я ставлю проценты, то зеленая стрелка только то, что больше 67%, ну, в пределах того диапазона, который у нас отмечен. Лучше отчитываться от числа, так как эти проценты мы уже все посчитали, и зеленую стрелку брать, если значение больше нуля, желтое, если оно равно нулю, и красное, если оно меньше нуля. В этом случае мы получим красивые простые стрелки, позволяющие определить, а в какой части мы сейчас находимся, насколько мы выполняем наш план. Дальше, соответственно, нужно понять, ну, по дням мы понимаем, где мы план опустили, где подняли. А давайте еще посчитаем нарастающий итог. То есть нарастающий итог, пусть будет сначала план, ну и затем, соответственно, нарастающий итог у нас еще остается факт. Если мы перенесем по строкам данную информацию, то, наверное, история будет посимпатичней. Разместим на верхней части, ну и, наверное, посередине тоже не будет лишним. Что такое нарастающий итог? Если мы просто суммируем, соответственно, план от Е4 до, через точку, через двоеточие, до той же ячейки Е4, при этом начало этого диапазона закрепим, то на первой неделе все будет прекрасно. Посмотрите, например, в четверг, там, в четвертый день, у нас будет суммироваться пять, соответственно, данных о плане. В субботу, в шестой день уже шесть данных о плане. Но так как у нас здесь итоги, то мы понимаем, что данные задваиваются. Поэтому простая формула суммы нам здесь не подойдет, а вот более усложненная формула агрегат, она позволяет агрегировать значения с учетом возникающих ошибок. Формулу, которую мы будем сейчас использовать, это, соответственно, функция номер функции 9. Она у нас рассчитывает сумму. У нас здесь список всех формул, которые агрегат поддерживает. Поэтому я укажу девятку. Следующим мы можем рассказать, что нам нужно пропускать. Выберем, что нам нужно пропускать ошибочные значения, которые возникают из-за отсутствующего плана. А также пропускать вложенные функции промежуточного итога. Поэтому выберем цифру 2. А вот в качестве диапазона, который я хочу агрегировать, я оставлю ту самую замечательную ссылку при абсолютном закреплении начала диапазона и относительном ссылке конца диапазона. В этом случае задваивание информации не будет происходить. И по итогу 3 151 000 – это нарастающий итог за все дни нашего периода здесь будут обозначены. Чтобы посчитать факт, мне достаточно просто скопировать формулу вправо. и исправить вот эту абсолютную ссылку. Она захватывает сейчас столбец Е, а мне важно факт читать только по столбцу F. В принципе, все неплохо. Единственное, что когда мы имеем дело с ошибкой, здесь бы, соответственно, ничего бы не посчиталось. Но так как мы предварительно ошибку убрали, то все хорошо. Вероятно, вот эту формулу дельта мы также можем скопировать вниз. Посмотрите, здесь у нас, так как используется относительная ссылка, теперь ссылка идет на нарастающие итоги. И мы понимаем, что до плана пока у нас 16% не хватает. В принципе, все неплохо. Первая часть нашей работы закончена. То есть та история, где мы должны составить план, вот эта история, где мы составляем план, мы закончили. Теперь мы готовы к тому, чтобы перейти к визуализации отчета. Для визуализации нам нужно выделить только те ячейки, которые нужны для диаграммы. По сути, вот эти расчетные данные, недели, коэффициент, доли, мы их больше использовать не будем. И их можно скрыть, либо на вкладке «Данные» в группе команд «Структура» выбрать кнопку «Группировать», скрывая данные столбцы из нашего видения. Если хочется визуально подчеркнуть итоги, то можно предложить вот такую историю. Мы можем выделить, начиная с первой ячейки, весь наш диапазон и применить к нему условное форматирование. Ну, например, на вкладке «Главное» условное форматирование «Создать правил». В прошлый раз мы использовали какие-то предустановленные правила, а сейчас мы будем писать свою формулу условного форматирования. Опять-таки, если вы не знакомы с этим инструментом, то на курсе Excel 2 мы более подробно с ним знакомимся. Сейчас же мне тут нужно прописать формулу, которая расскажет, как форматируется значение, для которых следующая формула является истинной. То есть мне нужно написать формулу, ответ на которую будет «Да» или «Нет». В данном случае та формула, которую я запишу для одной выделенной ячейки, автоматически продлится на все ячейки моего диапазона вниз и вправо. Поэтому данную формулу не надо записать особым образом, закрепляя столбец, чтобы я проверяла только столбец. Так вот, если каждая ячейка этого столбца равна нулю, то я хочу определенный формат. Давайте не будем пользоваться заливкой, чуть позже вы поймете почему, а применим, например, обычное подчеркивание нижней границы и шрифт сделаем полужижным. В этом случае, посмотрите, наши итоги будут представлены вот такой линией, которая отделяет неделю от недели тоже, в принципе, неплохо. Теперь мы можем составить нашу визуализацию. Визуализацию мы будем строить по столбцам план факт и нарастающий итог. В принципе, если мы выделим весь этот диапазон, то это будет много. По всему этому диапазону, сейчас это можете за мной не повторять, если по видеозаписи делаете, потому что в данном случае у нас будет своего рода строится таблица и по итоговым значениям в том числе. Поэтому мы не будем строить диаграмму по этим данным, а покажем только те, которые нас интересуют. На вкладке «Данные» через фильтр мы отфильтруем значения, ну, например, по дате нас интересуют только те, которые не будут являться пустыми. Вот эти значения. Чтобы в диапазон исходных данных поместились только эти данные, без итогов я возьму, мне необходимо выделить только видимые ячейки, то есть те ячейки, которые у нас не являются, скажем так, итогами. Быстро это можно сделать через клавишу F5, выбирая команду «Выделить», да, только видимые ячейки. Либо то же самое меню можно выбрать через меню «Главное», найти и выделить, кнопка «Выделить группу ячеек». То же самое мы перейдем к той же самой команде. «Выделить только видимые ячейки». Выделяя только видимые ячейки. Так, а вот, по-моему, заголовок я не взяла, поэтому немножечко поменяю еще раз. F5 «Выделить», «Только видимые». И теперь мы построим нашу диаграмму. Вставка «Рекомендуемые диаграммы». Excel немножечко в шоке от того, что ему нужно сделать. Выберем комбинированную диаграмму. В комбинированной диаграмме план и факт у нас будут графиками. Это мы все оставим. Дельту мы потом удалим. Нарастающие итоги и план, и факт мы будем ставить по вспомогательным осям. А что касается плана и факта, то это должны быть графики с маркерами. Да, вот такая история. Дельты, которые сюда попали случайно, мы, соответственно, удалим из готовой диаграммы. Но вот такого рода диаграмма должна выйти. То есть, если вы повторяете, то остановите вашу видеозапись. Проверьте, что план и факт – это графики с маркерами. А нарастающий итог – это… Давайте даже вот план, плановый график желтый, мы можем сделать областью, чтобы вот такая область у нас, соответственно, показывалась, собственно говоря, к чему мы должны стремиться. Когда вы подправили все эти данные, обратите внимание, что нарастающий итог мы считаем по вспомогательной оси. В противном случае мы не увидим вот такого разложения данных. Нажимаем «Ок» и выстраиваем, ну, ищем подходящее место для нашей диаграммы, располагая ее на листе. Очевидно, надо подправить немножечко. Такие яркие значения на диаграмме, они будут отвлекать. Ну, например, заливку мы можем сделать какую-нибудь ингредиентную. Пусть будет нежно-голубая. Презентация у меня серенькая, но да, почему-то не голубая. Плановые значения, скажем так, у нас идут голубая, получается, нарастающий итог план – это голубая область, а нарастающий итог факт – это, соответственно, вот эта голубая линия. Избавимся от тех дельт, которые у нас здесь есть. В принципе, можно это сделать на вкладке «Конструктор», нажимая команду «Выбрать данные». Выбирая команду «Выбрать данные», мы расскажем, что ряд дельта нам не нужен, его удалим, и второй ряд дельта нам тоже не нужен, его тоже можно удалить. То есть убирая лишние данные, мы влияем, соответственно, на наш результат. Очевидно, что график, который у нас плановый, синий, давайте мы его сделаем красного цвета. В данном случае за контур графика отвечает не кнопка «Заливка», а именно «Контур». Это будет красная линия. И, наверное, будет более интересно наш график выглядеть, если в настройках ряда, я сейчас через правую кнопку мыши «Формат ряда данных», мы выберем, например, «Контурная линия». Ну, тогда, скажем, наш график не будет бросаться на нас своими острыми пиками. Ну, а фактическое значение, собственно говоря, где мы сейчас находимся, наверное, правильнее обозначить чем-то зеленым. «Заливка», «Линия сплошная», ну, пусть она будет зеленого цвета. Ну, за маркеры, соответственно, когда будет время, возьмемся попозже. В принципе, в этом графике все неплохо. Не очень по фэншую, что наш зеленый факт опустился, что называется, по плинтусу стал расти. За счет чего это происходит? За счет того, что графики, они всегда показывают нолики, нули, если у нас в исходных данных нули. А вот ошибку именно ND они испаряют из нашего графика. Поэтому в факте нам правильнее заменить бы эту ошибку не на пустые кавычки, а на вызов формулы ND. Формула ND позволяет нам получить данные с ошибкой. Продлю эту формулу, соответственно, вниз и получу ту самую ошибку ND, но в этом случае зато у меня не будет обозначенный график. Конечно, хорошо бы проверить, сработает ли наша история, если я сниму фильтр. А, да, получается, что формула, которую я продлила, про ND, она не влияет на результат по каждой из недель. То есть это то, что нам нужно. По сути, диаграммка у нас построена, можно было бы еще и название к ней придумать. Для этого, наверное, правильнее в отдельной ячейке скомпоновать некоторое общее имя. Например, азимут. Я хочу приклеить, я напишу сразу два амперсанта, потому что между этими двумя амперсантами я вставлю пробел. Так вот, к азимуту я хочу приклеить период и, опять-таки, ту же самую конструкцию, два амперсанта и пробел между ними для определения моей выручки. В принципе, не очень красивая получается запись. Посмотрите, я сейчас напишу побольше шрифт, потому что 31511000 как-то не читаем. В этом случае ячейку F1 мы можем преобразовать при помощи формулы текста. Формула текста позволяет из любого числа, скажем так, получить ее культивированное обозначение, которое мы можем отформатировать в кавычках. Я хочу видеть мое число, обычно это значок нуля, но с использованием, например, разделителя групп разрядов. В конце хочу видеть буковку R с точкой, обозначая, что это рубли. В результате у нас уже получается история поинтересней. Ну и, например, вместо вторых пробелов можно написать двоеточие. Пробел, чтобы видеть, что это план. Для чего мы писали вот эту сложную конструкцию? Для того, чтобы вставить ее в название диаграммы. Ведь название диаграммы формулу написать сложно, нельзя. А вот сделать ссылку из строки формулы на ячейку, которая ее содержит, в принципе, там можно. Мы получаем вот такую историю в названии диаграммы. В принципе, данную ячейку мы можем подъединить, чтобы она нам не мешала, и ссылаться на нее там, как угодно, далеко. Теперь мы сделали визуализацию. То бишь мы получили второй этап. Мы визуализировали наши данные, и, соответственно, мы можем теперь с ними работать визуально. Но у нас помню, что это все еще четкая привязка к азимуту за август. Теперь нам нужно настроить выбор пользователя. Как сделать так, чтобы пользователь мог выбирать азимут? На втором курсе Excel вы, наверное, знаете, что есть такая история выбирать из выпадающего списка. Но тогда придется выпадать из выпадающего списка азимут, потом месяц, потом при помощи сложных формул высчитывать, собственно говоря, где находится та цифра плана на протяжении точки продаж и месяцев. Не спорю, это очень часто бывает востребовано. Именно этому мы на курсе Excel 3 и обучаем. Однако в нашей задаче я покажу нетривиальное решение. Обратите внимание, что можно делать, настроить выбор за счет того, что ссылаться на какой-то сторонний объект, где эти цифры будут попадаться. В качестве такого стороннего объекта мы будем использовать сводную таблицу. Но обычная сводная таблица по вот этому плану, она не подойдет. Ну, потому что она, честно говоря, я попробую сейчас вам ее показать, план на новый лист. Видите, она является неправильной по структуре. То есть вы получите ее ровно в таком же варианте. Есть, конечно, возможность перетащить, например, перетащить полученные значения в строке, но это тоже не решение проблемы, потому что моя задача управлять фильтрами данного отчета. И вот это поле значений в фильтры как раз невозможно будет поместить. Поэтому для построения сводной мы будем использовать очень интересный инструмент, который называется Unpilot в настройке Power Query. Он настолько простой, что буквально за пару минут мы сделаем удобную для обращения сводную таблицу. Я удалю сейчас вот этот столбец, который случайно тут нарисовался, и сделаем обращение к данной таблице. Чтобы подключиться, кстати, настройку Power Query мы в течение двух часов достаточно интересных задач рассматриваем на курсе Power Query. До сих пор немногие знают, что настройка Power Query живет в обычном Excel. Посмотрите пару секунд, и отчет у нас будет готов. Чтобы перейти к настройке Power Query, достаточно иметь 2016-ю версию, и все будет готово. 13-е, 10-е, там ее нужно дополнительно скачивать. На вкладке «Данные» в группе команд «Получить» и «Преобразовать» это и есть та самая надстройка Power Query, мы выберем таблицу. Так как мои данные находятся в динамической таблице, то одно нажатие на эту кнопку автоматом переводит нас к надстройке Power Query. Сделанные автоматические шаги нас не должны смущать. Мы только на минуточку сюда заглянули, поэтому выделим первый столбец и скажем через правую кнопку мыши «Контекст номерю» выберем команду «Отменить свертывание других столбцов». Что это значит? Что вот эта горизонтальная строка, которая отвечает за разные месяца, перейдет в строки. Давайте попробуем. Правая кнопка мыши «Отменить свертывание других столбцов». В итоге для каждой точки продаж мы получаем уже интересные значения. Вот начало мы на курсе третьем посмотрим, ну а более углубленное – это уже тот самый Excel 7, на который я тоже, конечно же, вас приглашаю. Общий итог мы можем убрать за счет фильтра. И такой же итог у нас есть и среди названий наших компаний. Тоже его можно скрыть. В итоге по этой таблице построить сводное пустяковое дело. Чтобы вывести эти данные на лист Excel, на вкладке «Главное» у нас есть такая кнопка, как «Загрузить в». Закрыть и загрузить – это будет обычная загрузка в виде таблицы, динамической. А вот закрыть и загрузить «Вы» предоставит нам выбор, при помощи которого мы будем выгружать таблицу. Выгружу ее при помощи отчета сводной таблицы на имеющийся лист, который находится на листе детализации, где-нибудь в центре нашей истории. Полученная сводная таблица, она у меня, соответственно, здесь и нарисовалась, может быть представлена различными атрибутами, различными значениями и различными точками продаж. Посмотрите, я заполнила два фильтра и одно значение по плану передошла в значение. Если мы здесь настроим фильтры по августу, по тому же нашему азимуту, то мы увидим наши 3 151 000. И, соответственно, теперь ничто не мешает нам перенастроить наши исходные данные на эти истории. Азимут равно ячейка сводной таблицы, период равно атрибуту, ну и, соответственно, план мы возьмем как значение той самой сводной таблицы. Теперь наша задача отфильтровывать эту таблицу, а вы знаете, что сводные таблицы легко могут фильтроваться удобными визуальными срезами. На вкладке «Анализ» надо необходимо выбрать команду «Вставить срез». Мы будем фильтровать по атрибуту и по точке продаж. Один срез по периоду – это месяца. Он у нас будет небольшой, видите, я специально закрываю наши исходные данные, но так как это представлены срезы всегда бывают в одном столбце, конечно же удобней выделить срез. И на вкладочке, которая называется «Срез», она появляется в тот момент, когда срез выделяется. У меня 365-я версия, в 16-е, в 19-е, эта кнопка может называться «Параметры». Я укажу количество столбцов, ну, например, 6, чтобы каждый месяц у меня разделялся, соответственно, на две строки. А второй срез по точкам продаж мы, соответственно, представим под атрибутами и тоже, наверное, в этих же самых шести столбцах. Посмотрим, что у нас получится. Также представим в шести столбцах. Если не будет помещаться, то несколько расширим наше поле о фильтрах. Так как мы этими срезами фильтруем нашу историю, то посмотрите, по азимуту мы находим, соответственно, различные данные. Укажем февраль, нам раскидываются февральские данные. Укажем август, августовские данные. Ну, например, в июле я подогнала данные таким образом, чтобы план был невыполнен. И тогда мы видим, что нарастающий итог идет под линией плана нарастающего итога. Ровно так же мы можем посмотреть остальные точки. Правда, здесь могут быть не очень правильные данные, потому что, честно говоря, они, конечно же, не являются реальностью. Вот таким образом мы можем на самом деле фильтровать данные. При этом название, посмотрите, отображает ту историю, которую мы считаем. Если мы выберем, например, находимся сейчас в августе и смотрим, как там Альтаир себя чувствовал в июле. Вот, он выполнил план в июле. Как Альтаир там чувствовал себя в марте? Смотрим вот такая история в марте. И посмотрите, что название нашей диаграммы переназывается. Если мы вернемся в август, то надо понимать, что как только к нашему факту добавятся фактические продажи до конца месяца, то вот это, соответственно, нарастающий итог, который сейчас параллельно с Х, наверное, тоже найдет свое отражение на диаграмме. По сути, все три этапа мы успели с вами пройти. И это и есть уже тот самый отчет, где нормализованные таблицы. Напомню, что получили мы его из единой цифры 3151, пользуясь непростыми, вернее, наоборот, пользуясь простыми формулами в непростом их, соответственно, применении. Поэтому, если вы будете простые формулы использовать в связке друг с другом, то это отличный способ для того, чтобы увидеть уже интересные данные в ваших визуальных отчетах. Посмотреть путь, как мы пришли к такому отчету, вы можете на презентации по завершению курса, если по завершению нашего вебинара, если захотите, можете повторить те же самые действия. Полная последовательность представлена, соответственно, в презентации. Ну, а я в конце нашего вебинара хотела бы вас пригласить все-таки на курс Excel 3, который как раз посвящен тому, как мы, собственно, можем готовить наши данные для, соответственно, их представления в красивом, не только в красивом, полезном виде, вид, который будет полезен и линейному персоналу, и, наоборот, нашим руководителям, если мы смотрим там какую-то более стратегическую информацию, а не как вот сейчас. Поэтому, если данные темы вам интересны, приходите к нам. Особенности курса в том, что у нас, конечно же, современные методики и инструменты, что за 16 часов мы изучаем огромный пласт информации, в том, что курс придумал просто прекрасный человек Ольга Кулешова, это руководитель нашего направления, Microsoft в учебном центре «Специалист» и рассказывать задачки из ее курса – это наслаждение. Приглашаю вас к нам на курс. Обращайте внимание, что есть возможность изучить и комплексные программы. В любом случае, если вы к нам придете, то мы сможем общаться уже более плотно, сможете задавать свои вопросы, хотя, если они родились сейчас, то, безусловно, пишите их в чат, обязательно их рассмотрю. А если появятся какие-то вопросы по этому кейсу, то вы можете написать мне на адрес электронной почты amishinasobakaspециалист.ru Обязательно вам помогу. Даже если вы смотрите вебинар в записи, пишите, а если задачи будут мне подвластны, либо помогу делом, либо расскажу, где эту информацию можно найти. Спасибо большое за участие всем, кто сегодня присутствовал. Нас было 29 человек, это очень круто. Остальные, видимо, будут смотреть записи. И, конечно же, при видео, которое появится на нашем YouTube-канале, буду ждать ваших лайков. Все. Спасибо вам большое. Приходите к нам на курсы. Большое спасибо за такие прекрасные отзывы. Делаем все для того, чтобы наши задачи были интересны. И, кстати, ваши вопросы и рождают такие задачи. Это как раз один из таких вопросов. Спасибо вам большое. Спасибо. Буду рада вашим... Спасибо.